Всем привет и с праздником вас, друзья! Сегодня в выпуске... Рассказываем, как делаются акции, знакомимся с рыжим парнем и меняем букву «Ай». Поехали! На дворе 9 мая. День доблести, славы, победы и, конечно, скидок. Поторопитесь, специальное предложение на кристаллы и микропрокачки закончится утром 10 мая. Привет! Все любят скидки и праздничные акции в танках, но не все знают, кто и как участвует в их организации. Настало время рассказать об этом во всех деталях. Начинается все здесь, в кабинете маркетологов. Именно здесь рождаются все скидки и специальные предложения. У нас с маркетологами есть традиция. Каждый месяц, первого числа, мы садимся и планируем акции на месяц вперед. Мы смотрим на множество факторов. Общее количество кристаллов на аккаунтах, общая сумма часов, проведенных в игре всеми игроками, спрос на товары в гараже, внешние поводы, такие как 1 или 9 мая. При этом мы стараемся чередовать акции на товары в гараже и микропрокачки с акциями на платежные системы. Когда план готов, за дело берутся комьюнити-менеджеры и дизайнеры. Нужно проинформировать игроков о грядущих скидках. Поэтому мы публикуем новости и алерты, делаем рассылку на почту, на главной странице появляется красивый баннер. Если же скидка приурочена к какому-то празднику, например, 1 или 9 мая, нужно нарисовать не только картинки для оповещения, но и билборды, а еще праздничную краску. Сложность состоит в том, что текстура краски всего одна, и ложится она на разные танки по-разному. Поэтому нужно нарисовать краску так, чтобы она выглядела хорошо на любом сочетании пушки и корпуса. Ну и важно сделать ее узнаваемой, чтобы она не была похожа на любое другое покрытие. Когда все тексты и арт готовы, за дело берутся программисты. Чтобы включить акцию, нужно подготовить релиз. Для того, чтобы скидка применилась в игре, необходимо добавить запись в базу данных, из которой главный сервер в кластере узнает о ее размерах и сроках. Далее сервер с помощью GMS передает информацию другим серверам. Сервера учитывают эту информацию при генерации клиентского ресурса. Как следствие, вы увидите скидку не сразу после ее включения, а только после перехода между разделами в игре или перезапуска клиента. Ну а когда акция закончена, все изменения отменяются буквально нажатием одной кнопки, и можно начинать готовиться к следующей акции. Сирена прозвучала, гол выпал, но взять его никто не может. Закончился процесс доработки баланса игры, и наши бравые геймдизайнеры взялись за очередной блок задач. Расскажем во всех подробностях о том, что планируется улучшить в игре в ближайший месяц. Прежде всего, мы немного поработаем над режимом контроль точек. Здесь изменится логика респаунов. Вместо появления на точках, как сейчас, игрок будет появляться на своей базе, как в режиме захват флага. Уже оттуда нужно будет отправляться на завоевание точек. Это небольшое, на первый взгляд, изменение должно сделать режим динамичнее и интереснее. Кроме того, увеличится число карт, на которых можно будет поиграть в контроль точек. Режим будет доступен везде, где доступен захват флага. Следующее важное изменение коснется распределения приза в командных боях внутри одной команды. Теперь он будет распределяться по линейной формуле. При этом разделение фонда между командами останется прежним. А каждый игрок будет получать такую долю кристального приза, какую часть составляют его очки от общей суммы. Например, команда из четырех игроков по итогам боя получает 100 кристаллов. При этом один игрок набрал 40 очков, второй 35, третий 15, четвертый 10. Сумма очков 100. Выходит, что за каждое очко каждый игрок получит по одному кристаллу. Ранее приз рассчитывался по экспоненте. Таким образом, получалось, что гораздо больше кристаллов получал тот, кто находился вверху списка. Ну а игроки, оставшиеся внизу списка, почти ничего не получали. Такое обновление сделает бессмысленным преждевременный выход из битвы. В конце боя все получат столько кристаллов, насколько наиграли. Также мы немного изменим оповещение о золотом ящике. Текстовое сообщение вверху экрана будет теперь не желтого цвета, чтобы не путать его с другими игровыми событиями. Так оповещение станет заметнее. Полезно для тех, кто отключает звуки в бою и не слышит сирену, предупреждающую о скором падении золотого. А еще в игровом шерифте мы добавим засечки у большой буквы I, чтобы различать ники с L и I. Кроме того, мы немного поработаем со скайбоксами. Сейчас каждый скайбокс — это одна огромная картинка, которую мы показываем игроку. Но из-за размеров видеокарты обрабатывают ее некорректно, и поэтому картинка выглядит нерезкой. Мы разделим скайбоксы на шесть отдельных текстур. Благодаря этому вы сможете радоваться более четко отрисованным задникам. Ну а на производительности это никак не скажется. Вопрос недели. В прошлый раз мы устроили гонки на специальной карте, а вам нужно было угадать, кто придет первым. Благодаря этому. Победил «Танкрейсер-3», пилотируемый Семеном Кировым. Встречаем победителей и новый вопрос. А у команды видеоблога «Радость». На этой неделе наш YouTube-канал достиг отметки в 100 тысяч подписчиков. Ура! Если вы еще не подписаны на видеоблог, сделайте это немедленно. Ну и, конечно, не забывайте про другие каналы связи. Лайкайте наш видеоблог, и тогда оставшиеся майские праздники пройдут особенно прекрасно. Пока!